Транспорт Дагестана 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 Самое интересное, руководство Министерства транспорта и правительства Дагестана, курильющий вице-премьер Резлан Казимович, они очень коммуникабельны, общаются нормально, ждут предложения от общества. И поэтому общими силами по отрастям, по направлениям, по дорогам, по транспорту, по железной дороге, кстати, по железной дороге интересны будут в новшество в этом году благоустроенные составы, и Бедербент, и Кизельюрт, и Хасавюрт, Кизляр. Я думаю, какие-то звуки пошли, и Министерство транспорта, руководство очень ведут на контакт, сами звонят, с ним у нас работа получится. И чиновники, и компании, и общество только сейчас пришли к мысли, что дальше так нельзя. И вот почему. Конечно, я не мог не воспользоваться возможностью высказать все. Особенно в такой момент, когда, казалось бы, все принимающие решения, товарищи или господа, кому как нравится, находились напротив. Я начал говорить, как простой житель, безлошадный, пользующийся регулярно общественным транспортом. И да, кстати, предложил, прежде чем писать концепции и стратегии, все-таки пересесть на время со своих высоких личных и служебных авто на общественный транспорт, и покататься туда-сюда по городу, и желательно в час пик, чтобы понять часть проблем, с которыми каждодневно сталкиваются горожане. Во-первых, Дагестан регион на марше по туризму. В прошлом году принял 1,7 миллионов туристов. В этом же, если не будут радикалы крушить аэропорт и вокзалы, и не будет всплеска экстремистских идей под прикрытием религии или сепаратизма, республика может принять 2-2,5 миллиона гостей. Конечно, это нагрузка на автомагистрали. Мы и так чувствуем перегрузы вокруг Хасавюрта и Дербента. Соответственно, надо срочно что-то вводить в строй, какой-то новый вид транспорта. И первое, что приходит на ум, это скоростной железнодорожный, какой-нибудь Сапсан или Ласточка, который вмиг домчат от Махачкала на юг и обратно сотни и тысяч туристов. Тем самым разгрузят трассу М-29. Во-вторых, нужны эстакады и транспортные развязки в Махачкале и вокруг мегаполиса. Проще говоря, нужно строить дороги над дорогой, расти ввысь. Про эстакады вице-премьер Резван Казимович говорил, но как-то неуверенно. Потянет ли бюджет? Надо продавливать эту идею, иначе встрянем. В-третьих, монорельсы или наземное метро. В условиях узких улиц и города, рассчитанного на 400 тысяч жителей, нужно опять же выходить на инновационные и неординарные решения. В-четвертых, городу нужны пассажирские электрокары. Их количество с каждым годом должно расти. Мы сильно отстаем от мировых тенденций. Вот в Германии к 2030 году перестанут выпускать углеводородный двигатель. Полностью переходят к зеленым технологиям. В России же к 2050 году доля зеленых авто должна перевалить количество старых двигателей внутреннего сгорания. В-пятых, цифровизация, которую так долго говорят либеральные политики, наконец должна дойти до транспорта. Выйдя на остановку, пассажир должен понимать, когда прибудет его номер автобуса. Должен знать, какие пробки, и стоит ли мне за час выходить из дома, или может за минут 20 достаточно. Участники слушаний говорили, что водителя пассажирского транспорта нет практически. В природе нет, и никто не готовит. Раньше были УПК, сейчас пустота. Есть самоучки, которые не весь как получают права. Потому и бедлам с водителями. Скоростной режим не соблюдают, хамят. На остановках не останавливают. Курят и говорят по телефону, устраивая разборки. Кто кого обогнал, кто за кем должен ехать. Слушают дагестанскую кислую попсу. И все это должны терпеть бедные пассажиры. Набивают автобусы, как бочку, сельдию. Везут, как картошку. Такое ощущение, что водителя выпустили на рейс работать с общественным контингентом абсолютно без выучки. Без выправки. И элементарного воспитания. Где же профсоюзы? Где начальство этих ребятушек? Есть ли у них санитарные книжки? Почему трогаются с места резко, не дождавшись, пока пассажир, особенно пенсионеры и дети, возьмется хотя бы за поручни? В общественную палату приходят также жалобы и просьбы обратить внимание на следующие вопросы. Первое. Модернизация остановок, а не кое-какие, на некоторые запружены автомобилями, не годится. А где укрытие? Утепленные с возможностью подключить гаджеты, а желательно и с Wi-Fi. Второе. Карты проездные. Будут ли социальные? Единые проездные? Волнуются горожане и просят. Третье. Нужны многоярусные остановки. Четвертое. Как обстоят дела с пригородным транспортом? Сейчас плохо, констатирует житель агломерации. Чаще приходится долго ждать. Пятое. Скоростной режим. Кто-нибудь, да научите водителя ездить. Умоляют пассажира. Ну не картошку же возите, а Кушинскую и то, наверное, бережнее везут. Шестое. Задавали вопросы и про доступную среду. Говорили полтора часа о разном. И о морском транспорте. Но больше не для перевозки, а туристов. Как прогулочная яхта. Мол, Каспий седой и капризный. Качка и косые волны превратят путешествие в Тошниловку. Слышу про это уже не первый раз. Но никто так и не попробовал. А сюда можно и двухкорпусные тримараны. Сейчас 80% перевозок осуществляет автотранспорт. Пару электричек появилось, говорят, даже с чистыми туалетами. Не видел. Но железнодорожный транспорт должно быть больше. И он должен быть суперскоростным. Мало авиации внутри республики нет. Когда-то была, умерла, не успев подрасти. Что еще? Остается опять автомобили. Как бы не расширяли дорогу, все равно их не хватит. Потому как туризм, демография и уровень жизни добавляют автомобили. Быстрее, чем мы успеваем улучшать дорожную инфраструктуру. В прошлой ремарке я говорил о неравномерном, поляризованном развитии Дагестана. Вот у нас Махачкалинско-Каспийская агломерация перегружена. И это край. Поэтому нужны новые и смелые решения. Просто когда мы говорим об инновациях, нашего товарища, облаченного властью, передергивают. Но инновации должны прийти рано или поздно. Пока мы смелые идеи не будем воплощать в жизнь, так и будем барахтаться, как в старых, покусанных временем газелях, летящих без зазрения совести и без будущего. Оставайтесь с людьми. Субтитры создавал DimaTorzok